Итак, кому верить и к чему на самом деле нам с вами готовиться? Это темы для разговора с Олегом Устенко, экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера. Сегодня у нас в гостях, за что вам огромное спасибо, Олег, что пришли. Добрый вечер. Олег, вот вы, как немногие экономические эксперты, умеете доступно объяснить сложные экономические какие-то модели, механизмы, все то, что происходит. Это попрошу сделать и сейчас. Вот это резкое падение на американских биржах. Насколько оно резкое? Повторяет ли оно ситуацию 2008 года? Почему оно возникло и чем грозит мировой экономике все-таки? Я бы сказал так. Точно мы еще не находимся на уровне 2008 года. То, что произошло, 2017, прошлый год, рынок американский рост вырос приблизительно на 20%. И продолжал свой рост еще где-то на 7% до 26 января этого года. Фактически, если вы вложили 100 долларов в начале 2017 года, то до 26 января текущего года у вас оказалась стоимость вашего актива. Находилась уже где-то на уровне, скажем, 130 долларов. И вот после этого началось некоторое затишье несколько дней и потом резкое падение. И вот это резкое падение, которое произошло первый день 4%. И это было как бы не так уж страшно, потому что, представьте, вы 7% выиграли в этом году, потом по 4% потеряли, но оно продолжилось и дальше. Мы находимся еще далеко от ситуации 2008 года. Волатильность на этом рынке большая. Но что произошло дальше? Когда у тебя есть падение на рынке, многие, которые не особенно разбираются в каких-то фундаментальных основах, как работает рынок, они начинают паниковать. Когда ты паникуешь, ты тянешь рынок вниз, ты начинаешь продавать то, что у тебя есть на руках, я имею в виду акции. Но параллельно с этим мы-то живем в новую эру и очень много, большая часть брокерской торговли и вообще торговли на биржах, она совершается компьютерами. И компьютер может выдавать задания, например, если у нас есть с вами какие-нибудь инвестиционные фонды, и наш инвестиционный фонд управляет деньгами пенсионеров Соединенных Штатов Америки. Мы боимся с вами риска. И когда начинается падение на фондовых рынках, мы уже изначально заложили в программу нашего компьютера, он должен сбросить немедленно. И вот сейчас пошел вот такой вот эффект, эффект панического домино, наверное, его можно назвать. Что дальше, вот по вашим ощущениям, это будет продолжаться или нет? Я бы сказал... То есть вот кризисом можно, не хотелось бы пугать, но все равно же готовиться нужно к худшему иногда. Возможно повторение восьмого года? Тоже кризис 2008 года. Лемон-бразер были практически непредсказуемы, и рынок вел себя. И все тогда считали, что корректировка. Я сейчас считаю, что это пока мы находимся в зоне корректировки. Но если будет стечение еще каких-то дополнительных обстоятельств, рынок может глобально пойти вниз, а тогда могут быть проблемы. Но то, что уже происходит, инвесторы напуганы, многие инвесторы. Многие инвесторы начинают выводить свои средства с территорий, которые для них кажутся рисковыми территориями. Они вкладываются в так называемые тихие гавани. Эта тихая гавань для, в принципе, очень многих в мире, это ценные бумаги правительства Соединенных Штатов Америки. Представьте, у вас есть огород, да, вот у нас в деревне есть огород. Он есть у вас, у меня еще у 10 человек. И все мы знаем, что картошка в этом году не выросла. Мы начинаем убирать вот то, что было посажено на этой части, где картошка, и думаем о том, что посадим какой-то другой. Давайте все-таки о нашем самом родном огороде. Куда занесет тогда Украину вся вот эта волна возможного ухудшения, скажем так, спада экономического во всем мире? Вы согласны с Найманом, который говорит, что если у нас упадут цены на сырье, мы на экспорте начнем получать меньше, ну и все тогда, суши весла? У нас половина нашего экономики зависит от экспорта, половина ВВП мы получаем от экспорта. Падение, которое сейчас произошло, фактически за эту неделю на сырьевых рынках, а мы сырьевая страна, 60%, даже 65% нашего экспорта, это сырье. Металлы, химия и зерно. Там падение произошло где-то в среднем на около 2%, если смотреть по индексам. 2% падения там, если оно продолжится еще настолько же, оно чревато тем, что мы недополучим в росте нашем экономическом на этот год, который прогнозируется в 3%. Есть риск того, что мы получим рост, вот если ситуация зафиксируется, мы получим рост в 2%. Мы недополучим наши средства, которые должны получить за счет... Хорошо, какие последствия для простого украинца, простого телезрителя, который нас сейчас смотрит? Или даже давайте, дайте советы людям, вот на сегодняшний день. Куда мне сейчас бежать? Как себя хоть немного обезопасить? Скупать доллары? Продавать доллары? Что делать? Ну, надо понимать, что девальвационное давление на гривну, оно может увеличиться, оно усилится. Это просто однозначно. Если экспорт падает, давление увеличивается. Это новые вызовы не только для населения, но и для политического класса страны. Это значит, что повестка дня, связанная с реформами, она еще больше актуализируется. Если ты не делаешь реформы, то ты впадаешь реально в кризис. Что касается населения, надо помнить одно основное правило, что в период вот такой вот повышенной турбулентности ни в коем случае нельзя делать какие-то резкие подвижки. Ты не можешь броситься в одну валютную позицию или в другую. Задача не прирастить, а задача не потерять. Хорошо, как не потерять? Процентное соотношение. 50% доллара, 50% евро? Я бы побоялся сейчас рекомендовать вкладывать в евро. Почему? Потому что на фоне вот этой повышенной турбулентности на американских фондовых рынках и перетока капитала в долларовые позиции наметилось. Евро может просесть. Евро проседает, уже даже проседает. Не просто может, а оно уже проседает. Оно ушло за неделю с отметки 1.25 в отметку 1.2. Поэтому идеальный вариант это... Идеальный вариант 3 позиции. Доллары, евро, гривны и не думать, что ты где-то выиграешь. Вопрос не потерять. Сохранить. Я понял. Еще одну тему с вами обсудим. Это то, что уже на следующей неделе в Украину приедет миссия МВФ. Пока что это миссия техническая. Несколько экспертов фонда прибудут в Киев для консультаций. Вот куда более важную миссию, оценочную, в нашу страну кредиторы отправлять пока не собираются. Да и вообще, чего-либо конкретного по новому траншу до сих пор нет. Хотя официальные лица уже не раз говорили, что удалось достичь полного взаимопонимания с фондом. Напомню, в этом году Украина претендует на получение одного или даже двух траншей на общую сумму до 2 миллиардов долларов. Кроме того, от сотрудничества с МВФ зависит и получение другой помощи. Например, от Всемирного банка. Продолжим разговор с Олегом Устенко, экономист-исполнительный директор Международного фонда Блейзера. Продолжает отвечать на мои вопросы. Олег, если честно, вы верите, что мы кредит от МВФ хотя бы один в этом году получим? Я думаю так. В этом году открытая потребность в валюте 7 миллиардов долларов. Не покрытая, а открытая потребность. 7 миллиардов долларов, из которых 4 миллиарда долларов мы должны вернуть нашим внешним кредиторам по государственным долгам. Если не найти эти 7 миллиардов долларов, то мы окажемся перед возможным выбором двух путей. Первый путь. Идти на резкое уменьшение золотовалютных резервов, уменьшая их именно на эту сумму в 7 миллиардов долларов. Первый путь. И постепенно девальвируя денежную единицу. И не забрать новых долгов. Правильно я понимаю? Сейчас, но по первому пути мы откроем страну под уже тогда не кризис, а цунами, экономическое цунами 2019 года. Потому что там платежей гораздо больше должно быть. Либо второй путь, пытаться, насколько это возможно, договариваться с международными институциями и получить деньги в долг. Что тоже крайне плохо с той точки зрения, что в общем-то у нас бремя долга 80% ПВП. Это самое высокое в рамках СНГ. Мы 5% нашего валового внутреннего продукта тратим только на выплату процентов. Это сумма соизмеримая, например, со всеми бюджетом Министерства обороны и силового блока. То есть вот о таких суммах мы говорим. Эти 7 миллиардов нам нужно привлечь инвестициями просто для стабилизации ситуации, но не для развития. Правильно. То есть просто выжить. И все. Для того, чтобы поддержать финансовую стабильность. Понятно, но задача не из легких. Вот смотрите, с МВФ вообще у нас все сейчас не очень просто. Требования антикоррупционного суда, борьба с коррупцией, понятно. Депутатов, возможно, додавят, да, в общем-то они примут все необходимые законопроекты. Есть один очень спорный момент. Требование повышения цены на газ от МВФ. И здесь у депутатов, в общем-то, желания этого делать, да и у правительства особого нет. Два вопроса здесь у меня возникает. Хватит ли у правительства решимости пойти на этот шаг? А если не хватит, все-таки спасают вот перед избирателями, да, то удастся ли договориться с МВФ? Насколько он уже хочет договариваться с нами на сегодняшний день? Украина резко изменила свой профиль за последние полтора года в восприятии всех международных институций, в том числе и финансовых. Это страна, которая находится в состоянии войны, с огромным уровнем коррупции и с отсутствием верховенства права. Любое решение, которое здесь принимается, рассматривается любыми экспертными кругами с точки зрения того, как оно скажется на снижении уровня коррупции или сохранит оно тот уровень коррупции, который есть. Поэтому два основных требования я вижу в этом договоре с МВФ. МВФ, антикоррупционный суд. И второе требование это проведение приватизации, которое уже не рассматривается никак по-другому, как только необходимо ее сделать для того, чтобы высвободить вот эти коррупционные каналы, которые питают политическую коррупцию в стране, которые являются предметом расперии между различными политическими силами. Но они очень влиятельные. Три года уже, по-моему, блокируют это требование фонда. Что касается необходимости повышения тарифов на газ, то МВФ в общем-то всегда занимал четкую позицию. Вы можете не повышать тарифы, но покажите так называемое фискальное пространство, которое даст вам возможность не повышать эти тарифы. Но для того, чтобы это сделать, надо думать как минимум, например, о разрушении монополии нахнефтегаза в Украине, о стимулировании конкуренции на рынке газодобычи. То, что реально могло бы сделать страну более энергонезависимой, тогда необходимость в увеличении этих тарифов может быть не такой актуальной. Все понятно. Спасибо вам за эти ответы. Олег Устенко, экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера, был гостем. Подробности недели. Спасибо еще раз огромное. Спасибо большое. Спасибо.